Итак, всем бокертов, мы находимся на второй мишне, второй главы трактата ПА. И в прошлый раз мы выучили, что есть такой закон, что от каждого поля нужно отделять свой ПА. Нельзя от одного поля отделить за два, за три других поля, а те поля просто взять и скосить полностью. Поэтому необходимо понимать, какие вещи могут разделить одно поле и на два, на три, и тогда придется отделять от каждого отдельную ПА, одну шестидесятую, чтобы не путать людей. Так приходит наша мишна научить нас. Амат Амайм, мы обсуждали его в прошлый раз, это канал. Канал, в котором скапливается вода, которую используют для орошения поля. Танакама прошлой мишны сказал, что такой Амат Амайм разделяет поле. Но приходит наша мишна и говорит, которую нельзя сжать одновременно. Что это значит? Представьте себе канал, по обеим сторонам которого растут колосья. Так вот, если ты, находясь на одной стороне канала, сорвешь колосья, ты не сможешь дотянуться до другой стороны канала, чтобы сорвать колосья там. Либо, по другому мнению, если ты зайдешь в канал и встанешь посередине, ты руками не сможешь дотянуться направо и налево, чтобы одновременно сорвать колосья. То есть он достаточно широкий. Так вот, говорит Раби Игуда Мавсекет, если он такой широкий, что ты не способен это сделать одновременно, либо стоя на одном краю, сорвать сразу с другого, либо стоя посередине, сорвать обеими руками с обоих сторон, то такой канал, да, Мавсекет, он разделит твое поле на два. И получается, это уже два поля. Да, это Шлулит, которому упомянули в прошлом Мишне. У Микан отсюда выходит, что Раби Игуда спорит с Танакамой в прошлой Мишне. Потому что, по мнению Танакама в предыдущей Мишне, что, да, канал любой разделяет поле, даже если он, даже если ты можешь сорвать одновременно, да, он такой тоненький, да, ты спокойно можешь взять здесь колосья, рукой дотянуться до другого берега, все равно он разделяет. Но, по мнению Раби Игуда, нет. Это только если он такой узкий, да, но если он уже достаточно широкий, что ты бы одновременно сорвать колосья бы не смог, по мнению Раби Игуда, канал тоже разделит, да, но если он уже, то он не разделит. По мнению Танакама, он в любом случае разделяет. Неважно, сможет ли достать, не сможет ли достать. Но есть, которые считают, что Раби Игуда не спорит с Танакамой. Он, наоборот, его объясняет. Как будто бы он приходит в этой Мишне и говорит, ты знаешь, что имел в виду Танакама в прошлой Мишне, когда сказал, что канал разделяет поле на две части? Это только в том случае, если ты не дотянешься от одного берега до другого, или стоя посредине не сможешь взять одновременно с обеих сторон. Но если бы ты смог, то он бы не разделил. И поэтому Рамбам говорит, что Аллаха по Раби Игудия. Дальше. И также, если у тебя на поле идет гряда скалистой местности, то есть какой-то кусок из камней, который ты не способен обработать плугом, а можешь обрабатывать только мотыгой, то есть как бы его обрабатывать ты не можешь, как обычно, ты можешь его только разрыхлять. То есть с быками там не пройти. А просто берут эти, как его, да, как они такие, тоха, как она называется, плуг, не плуг, не плуг, а такой маленькая лопата. Мотыга, да, мотыга, кирка. Да, вот только ей ты можешь как-то разрыхлять. Тяпка, да, тяпка, да, которая вот именно. Да, но плугом там ты уже приходится тебе останавливаться. Так вот, говорит Мишна, что несмотря на это, ты мог бы подумать, о, смотри, у меня такая полоска посреди поля, каменистая, которую там максимум можно там спахать, но пройти плугом там невозможно. Так вот, говорит Мишна, несмотря на то, что действительно ты там со своим плугом не пройдешь, как обычно, придется тебе останавливаться. Все равно это поле не разделяет, так как ты, тем не менее, так как ты все равно хоть тяпкой, но что-то можешь там сделать, они не считаются прерыванием. Такая гряда тебя не разорвет поле. У тебя одно поле, тебе нужно будет отделить одну пеа от всего такого поля, несмотря на вот эту вот полоску каменистую. А третья Мишна говорит, околь мавсик лизраим. Окей, мы поговорили про поле, про поле, про злаковые, про всякие виды злаковых, которые растут. Околь мавсик лизраим. Да, все, что мы упомянули, все вот эти вещи, они действительно разделяют поле в отношении злаковых. Но если у тебя садовая роща, у тебя деревья, ничего из того, что мы перечислили, сад твой не разделит на две части. Сад способен разделить на две части. То есть это сад, как мы учили, если у тебя плоды, которые человеку съедобны и прочее, они подлежат ПА. Так вот сад разделяют на две части только Гадер. Эла Гадер. Только забор, да еще и высотой 10 ладоней. То есть больше ничто, никакой не ручей, никакой не поток, никакой не канал. Да, сад с деревьями не разделит. Ви моя сэар котэш. И более того, даже если у тебя есть забор 10 тефахов высотой, который разделяет между твоими деревьями в саду, но крона деревьев, ветки с одной стороны забора и с другой стороны забора переплетаются, даже забор не поможет. Все равно, значит, это все равно один сад. То есть если деревья настолько длинные, у них крона, что забор вроде бы внизу пытаются разделить, но сверху деревья касаются ветками, то все равно это один сад, и от него отделяется только одна пэа по краям. Эйно мавсик. Эла но тэн пэа лаколь. А ты скорее можешь давать отделять пэа, то есть край оставлять от своего поля, от всего пэа. Тахат лаколасаде. Эйлан перушал, Мяму сказано в руслеинском Тармуде. Шаколь мавсик в Израим. Что, да, все, что мы до этого перечислили, касается только злаковых бал и работ села. А что же почему? Что это приходит включить еще и каменистую гряду. Шаги овер альколасаде. Что если у тебя есть им царих лакор, это махарэша, митсидога, эхад, шэнасэла, кдэй лавероли цидога, шэни, рэйзэхашу лэвсэх. А в эти руслеинском Тармуде говорит, что если у тебя каменистная местность настолько мощная, что ты, идя на плуге, вынужден, когда доходишь до этой гряды каменистой, останавливаться и перетаскивать через нее плуг, чтобы продолжить, то есть она прям тебя разрывает, ты прям до нее и дальше не можешь. То такая гряда, да, приходит разделить поле. И поэтому, как бы, да, наша мечта начинает с понятного. То есть все, что мы сказали, разделяем. Ну, понятно, мы это уже сказали. Так что просто тебе дать еще один, как бы, имеется, веду здесь еще один пример. Но суть мы поняли, что все, что мы говорим, разделяем поле, это касается только полей, где выращиваются всякие злаковые колосья. Да, но что касается фруктовых деревьев, то там правила другие, там должен быть именно забор не менее 10 тэфах в высоту. Да. Еще одно мечту сделаем. Попробуем. Итак, мы выучили в прошлом мечте, что забор 10 тэфах в высоту, в саду, в садовой роще, да, где у тебя деревья, способен разделить сад на две части в отношении пэа. Мештатэйну бали. Так наша мечта приходит научить наше бехарувим у вазейтым, что что касается рожковых деревьев и оливковых, а фагедр эйном афсиик. Даже забор не поможет. Почему? Элэшэшлахэм дин, мэйухадлэй нянапря, потому что, оказывается, у рожкового дерева и у оливкового дерева в отношении пэа есть особенный закон, они уникальны. Уникальны. Давайте посмотрим, почему. Вэллахарувин, уильвэхэм гэву химарбэ, ванвэхэм мэруби. Что касается рожкового дерева, по той причине, что оно очень высокое и крона его достаточно густая, ванвэхэм мэруби много листьев. КОЛЛАРОИНЗЭЭДЗЭКЛОМАР ИМАОМЭР ЭЦИРХАРОВ ЭХАДРУЭТАШИНИ АТФАЛЬПИШЭШБЭЙНЭГЭМ ГЭДРГАРЭГЕВ ХАШУВИМ КАСАДЭХАРУВИМ АХАТВАНОТЕНПЯМЭЙЛАНЭХАДЭЛАХАБЭРО. Они настолько раскидистые у них ветви, что когда человек видит два дерева таких больших, красивых вместе, и там неважно, какой ты там забор поставил, то есть никто этот забор не увидит. Для всех это представляется, как вот стоят деревья, это вместе, сразу видно, что это одна роща. Поэтому не способен забор разделить таких два дерева. Иными словами, если человек стоит около одного рожкового дерева и в Виге другое, то несмотря на то, что их разделяет забор, оба дерева считаются как бы принадлежащими к одному. И тоже в саду рожковых деревьев и ПА остается на одном из них за оба. То есть одно ПА, забор не помогает. АРАБАНГАМЛЕЛЬ 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 Расскажу вам историю жизни. Обычае в доме моего отца, который был выдающимся садовником, у него были тоже какие-то сады и какие-то фруктовые сады, но ТНИМ ПА АХАТЛАЗЕЙТИМ ШААЮЛАГЭМ БЕХОЛЕРУАХ они отделяли лишь одну ПА от всех оливковых деревьев, которые росли у них по всем направлениям. АРАБАНГАbert То есть они давали одну ПА от всех принадлежащих им оливковых деревьев в каждом направлении от города. То есть от всех олив находившихся, к примеру, на восток от города давалась одна ПА. И также от всех олив находившихся на запад от города, потому что оливковые деревья, находившиеся в одном направлении это от города рассматривались как один сад сейчас помнём почему а что касается рожковых деревьев продолжает он историю от всех которые видят друг друга как мы сказали до этого стоят напротив друг друга и их кроны соприкасаются раби, лезер, омер раби, лезер, бераби, цадок, омер раби, лезер говорит от имени раби, цадока мишмоша, рабан, гамлеля опять от имени рабана, гамлеля афлахарувин шаюлахэмбехоллаир то же самое луга юнутним элэпэахат также от всех рожковых деревьев которые были в городе всегда был такой обычай отделяли только одну пэа даже причем если они не видели друг друга то есть не обязательно что они даже трогали друг друга своими ветвями потому что да вот такие они раскидистые они в слове создают впечатление что это все одна роща да но но это уже чересчур то есть если они не касаются друг друга аллаха не идет согласно мнению раби, лезер, бераби, цадока который говорит что даже не обязательно чтобы деревья дотрагивались кроной друг до друга это чересчур но так действительно оливковые деревья и харуви, мрожковые деревья обладают то есть они такие густолиственные что вот рассказывает он был такой обычай их отделяли по направлениям они очень хорошо сочетались и даже заборы не могли их поделить отлично окей на пятой мишне остановимся сделали три мишны варухашем давайте скажем сегодня сегодняшняя мишна йод OPT до Heat мишна реб preoccup он был он сам он уже Работаю, у меня такое предложение, вы знаете, я просто смотрю на других уроках лейлуй нишмат делают до урока. Может быть, мы как раз, пока все собираются, я буду читать лейлуй нишмат до урока, поэтому сначала будем говорить лейлуй нишмат таких-то, 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 а потом будем начинать урок. В любом случае, я так вижу. Да, попробуем сделать таким образом. Я с вами прощаюсь всем. Шаббат шалом невурат. Скажи, Минха, в итоге 18.40? 18.40, да. Шаббат, хорошего дня. Все, приходим на Минху, молимся от души и выстреливаем. Как раз пораньше. Удобно. Прощаюсь, Шаркоах. Всем хорошего дня. Шаббат шалом.